и снова здравствуйте друзья очередная одесская велосотка и сегодня для многих участников это будет личный подвиг помню и себя таким же самым когда проехал первую сотку почувствовал себя героем я сегодня в компании друзей многие из них сегодня едут и бегут один из участников берлизов владимир он сначала проедет сотку а потом будет бежать и каково оно будет он расскажет и покажет не переключайтесь самое интересное впереди для владимира ехать и бежать это уже не впервой то есть как у нас это говорится делать железного человека и это он будет уже делать в третий раз правильно я говорю владимир и у нас старт стартанула ежегодная одесская велосотка 21 год а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алексей я тебя поздравляю, мы это сделали вместе. Приятно было познакомиться с тобой, взаимно. Для меня и для моего друга Одесская велосотка подошла к концу. Что могу сказать ребята, все было очень позитивно и красиво. Покупайте велосипед и спасетесь. А этим временем Вова Берлизов и Женя Олейник делают железяку. Отправляю. Ты в Ригит? Вот это да, молодец. Я же последний выезжал. Финишировал дистанцию Железный Человек. Дистанция Железный Человек это в рамках Одесской сотки. Сначала проезжая сто километров на велосипеде, а потом сто километров пробегаясь. К сожалению, результат в этом году у меня получился не очень хорошим. Потому что еще на велосипеде я пробил колесо, влетел в яму. Пока поменял, потерял время. Потом переехал на финиш. Много знакомых, со всеми хотелось пообщаться. Опять же потерял время, которое потом нужно было наверстывать. Ну, в общем-то, дистанцию преодолел, все хорошо. Ну, результатом не совсем доволен, скажем так. В целом, все здорово. Приобщайтесь. Что еще могу сказать про дистанцию Железный Человек? Ну, даже по количеству участников вело и беговой части видно, что велосипедистов гораздо больше. По-моему, вчера около двух тысяч участников было только зарегистрированных на велосипедный маршрут. А беговой части было гораздо меньше. Наверное, человек, ну, затрудняешь сказать, 200, может быть, 250. Безусловно, беговая часть гораздо сложнее. На преодоление этой дистанции дается 24 часа. Но, сами понимаете, сутки бежать может не каждый. Ну, было сложно. Безусловно, днем тепло, ночью прохладно. Хотя, конечно, когда постоянно находишься в движении, то не ощущается эта прохлада. Но когда останавливаешься на кафе для того, чтобы покушать, немного отдохнуть, то ощущается сразу, конечно. Быстро остываешь и приходится потом входить, опять же, в температурный режим, включая скорость пешеходную, скажем так. Многие участники бежали. Кто-то шел, кто-то комбинировал это дело. Ну, понятное дело, что такую дистанцию преодолеть бегом могут вообще единицы. Мероприятие интересное, что сказать, ну, сложное. Конечно, сложное. Все уставшие на финише, я, к сожалению, не заснял, не показал. Мы увидели этих железных людей, которые присели и потом с трудом вообще могут себе просто встать со скамейки. Ну, сложная дистанция, 100 км велосипед плюс 100 км бег. Ну, вот, но желающих преодолеть себя было 30 человек. Если я не ошибаюсь, человек 6 сошло с дистанции и остальные преодолели. Причем, участники разных возрастов, от молодежи, там, 25 плюс-минус, до, по-моему, старшему участнику было, ну, в районе 70. Ну, за 65, скажем так. Все молодцы. Те, кто преодолел, те, кто это сделали. Уважение и респект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова